18 ноября 2018 года в Москве в Центральном доме кинематографиста состоялся конкурсный кинопоказ и награждение дипломантов второго ежегодного русского кинофестиваля. Искупайте, пожалуйста, школам аплодисментов. Конкурсный показ был открыт детским художественным фильмом «Времена детства», снятым в Екатеринбурге в жанре фэнтези. Ребят, понравился вам фильм? Да! Юные зрители смогли оказаться в самых разных исторических и даже доисторических эпохах нашей страны и понять, что во все времена у русских людей больше всего ценились честность, доблесть и дружба. Что она тебе сказала? Теперь я стану женой. Не труса. Заявки для участия в русском кинофестивале 2018 прислали авторы около двухсот фильмов из России и других стран. Около ста из них прошли конкурсный отбор. В конкурсе вместе с традиционными номинациями были предложены и номинации тематические, такие как «Русский характер», «Понять русскую душу», «Стремление к свету», «Отечественная история» и «Русская классика». Вот этот фестиваль для меня – это, вы знаете, как будто после долгой жажды водички попить такой родниковой. Потому что эти фильмы, они про то, что вокруг нас. Сама идея замечательная. Мне очень понравилась именно концепция в том, что слово «русский» не означает принадлежность национальную, что это важно для всех тех, кто живет в России, работает в России, работает с русским пространством, с русской идеей. Мне кажется, это большое дело. Пусть оно будет замеченным, не просто так тихо-тихо, а вот чтобы прозвучал он очень серьезно, с большим смыслом. Все для этого есть у этого фестиваля. Мне кажется, что возрождение русской идеи – это самая необходимая сейчас вещь в нашей стране. И когда повсюду Голливуд, Голливуд, еще раз Голливуд, надо помнить, что мы все-таки русские люди, независимо от какой национальности при этом. Русский кинофестиваль – это уже бренд, это уже приятно, ничего не надо придумывать. Русский, и этим все объясняется. Вот чтобы все русские люди к вашему роднику сходились так же, естественно, легко, свободно, с такой же потребностью продолжать жизнь, припадая к этому роднику. Одной из особенностей нынешнего кинофестиваля является то, что основная часть работ составляет авторское кино, которое очень индивидуальное, искреннее, содержательное и этим интересное. Я очень рада, что мой фильм отмечен здесь, на этом кинофестивале, потому что как раз это и про русскую душу, и про русского человека, и мне хочется, чтобы вот эти добрые примеры, про которые, моих героев, про которых мои фильмы, чтобы они и нас, современных людей, тоже вдохновляли на то, чтобы делать добро. Это мой фильм о людях, которые, ну, наверное, действительно, это очень русские люди, и они, это сильные духом люди. Я рада, что есть такие фестивали вообще, и вот все здесь так ярко, красиво, и людей очень много. Участники мероприятия отметили особую атмосферу русского кинофестиваля, по-домашнему теплую и дружескую. В числе пожеланий для следующего русского кинофестиваля его участники отметили необходимость расширения возможностей для кинопоказа, поскольку одного дня оказалось мало для творческого общения и обмена идеями. Незабываемо и трогало за душу. Вы знаете, атмосфера чудесная, отрогательная, буквально домашняя. Здесь столько встретилось людей. Мне, я не знала, что будут мои знакомые, с которыми здесь мы просто случайно как бы встретились. Кто-то был из них зрителем, кто-то был участником. Скромно, по-домашнему, но очень емко, очень правильно и очень в ногу с тем, что происходит сейчас у нас в нашей большой стране. И чтобы как можно больше людей пришли на этот фестиваль и прикоснулись к этой прекрасной русской душе, про которую, собственно, вот этот фестиваль. Жюри Русского кинофестиваля отметила дипломами фильмы 37 авторов во всех номинациях. Официальные итоги опубликованы на сайте Русского кинофестиваля. Огромное спасибо фестивалю. Русского кинофестиваля. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...